Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла к филиппийцам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим четвертую заключительную главу. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Мы видим, что апостол Павел начинает эту главу как бы в продолжении того, что написано было в третьей главе, и дает им твердое назидание, и дает им такое утешение, называя их дважды возлюбленными. И говоря о том, что, говоря об опасности действительно такого идолослужения, которое часто бывает незаметно, то, о чем сказано, что и Антихрист этот самый, он будет так и предлагать, это же подделка, очень такая хитрая, он будет предлагать что? Он скажет так, Христос принес вам спасение, а я благополучие. То есть, вот, пожалуйста, и душевное, и духовное, и чрево можно наполнить, и Богу служить. Но Спаситель говорит о том, что невозможно служить Богу и мамуне. Поэтому, давая все эти назидания в третьей главе, апостол Павел теперь приходит к такому вот сначала, к обещанию. Здесь, как мы помним, третья глава закончилась, что царство наше и жительство со Христом на небесах, и мы будем подобны, и тела наши, они обновятся и преобразятся, сама физиология человека изменится по подобию Христову. А теперь он дает им еще и более утешение, говорит, братья мои, возлюбленные, вожделенные, радости, венец мой. Видите, это самая высокая похвала, говорит, венец мой. То есть вы вот, да, стоите так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Сентихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогая им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Кто такие эти люди, Еводия и Сентихия, и как некий искренний сотрудник, к которому он обращается? Некоторые говорят о том, что словами искренний сотрудник апостол Павел обращается к своей супруге. Но на самом деле это не совсем так. Это, может быть, мы у Климента только Александрийского встречаем подобное предположение. Большинство отцов и свидетелей, Анзла Тауста и другие, и, например, да, блажененные и феофилак болгарские, и говорят о том, что у апостола Павла не было жены, и что это здесь его обращение звучит к двум женщинам. Еводия и Сентихия — это две женщины. И почему он так обращается мыслить тоже о Господе? Потому что, по-видимому, как предлагает святитель Анзла Тауста, что эти две женщины, они очень много помогали первой христианской общине, были богаты и служили своим имением. Но какое-то время, когда иудеи из иудаизма выходили и принимали святое крещение, становились христианами, то еще по неофистству своему склоняли их, вот о чем апостол Павел упрекает сейчас, склоняли к иудаизму, и они это претерпели, чуть там было не поколебались, но все-таки выровнялись, и не поддались этому соблазну исполнению закона и спасению через закон. Ну, вот как, впрочем, пишет блаженный Феофилак Болговский об этом цитата, «Мне кажется, что эти женщины занимали выдающееся положение в тамошней церкви, поэтому он поручает их некому чудному мужу, который был или братом, или одной из них мужем. Быть может, он-то и был темничным стражем в Филиппах, как об этом сказано в Деянии апостолов 16 главы. Апостол как бы так говорит, «Теперь-то ты и становишься истинным братом и истинным мужем, если в деле Господнем несешь тоже бремя, помогая им». Некоторые совершенно неправильно говорят, что Павел обращается здесь с вещанием к своей жене. И здесь блаженный Феофилак переводит, говорит, если бы обращался к жене, то обратился бы как к Сюзея. А так как он просто говорит «Гея си», то это просто обращение к какому-то искреннему наставнику, как он предполагает, это был тюремный страж. Далее, четвертый стих «Радуйтесь всегда в Господе». Еще раз говорю «Радуйтесь». Слово апостол Павел призывает Филиппийскую церковь в радости о Господе. Некоторые, как мы уже видели и в начале третьей главы, некоторые говорят «А как же Господь, например, говорит о том, и это заповедь блаженства, заповедь блаженства о том, что блаженны плачущие, ибо они утешатся». И вот на этот вопрос отвечает блаженный Феофилак Болгарский. Он пишет, ну как же, задается этим же вопросом, как же Господь говорит «Блаженны плачущие»? И отвечает, потому что плакать таким образом то же самое, что радоваться, то есть плакать в своих грехах. «Ибо не просто сказал «Радуйтесь», но в Господе. Кто бывает с Господом, тот всегда радуется, хотя бы его предавали, пыткам и терзали. Они же, говорит, пошли из Синдриона, книга Деяния Апостола 5, 41, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Конец стат. То есть видим, о чем именно была радость, радость учеников за то, что они приняли и пострадали за имя Христова совершенно безвинно. Так и нам необходимо радоваться, когда, например, нас постигают какие-либо скорби. Нужно всегда в некой мере анализировать свою жизнь и, так говорить, смотреть внимательно за своей жизнью. Вот можно заметить, например, как мы сделали какое-нибудь доброе дело, то неожиданно нас постигает какая-то скорбь. И мы думаем, да как же так, сделал только сейчас. И если кто внимательно смотрит за своей жизнью, всегда будет так. Или когда есть какое-то уже намерение сделать добро и уже все к этому готово, то ждите, получите скорби и всяких. Или уже сделанное доброе дело. Почему? Это делается для нашей пользы, для того, чтобы мы не превозносились. И это очень важно понимать. И когда мы это начинаем понимать, то здесь, конечно, нужно радоваться, потому что мы здесь подражаем, в общем-то, апостолам и его ученикам, и самому Христу, потому что сказано, он пострадал ради нас. Итак, так как естественное положение дел причиняло скорбь, то он повторением слова показывает, что всячески следует радоваться, заключает положение Филак Полгарский. Далее, 5-6 стих, апостол пишет следующее, наставляя филиппийскую церковь, «Кротость ваша да будет известна всем человеком, Господь близко. Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Видим, что, к чему призывает апостол, чтобы быть, да, вот это очень хорошее слово, известным. Кто не ищет известности? И апостол Павел пишет, «Хочешь быть известным? Будь известным своей кротостью. Пусть тебя прославляют люди, пусть тебя прославляет Бог лучше всего, чем люди». Господь говорит близко, он напоминает о втором пришествии Спасителя, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Действительно, вот на самом деле, то, что мы, наверное, меньше всего умеем в нашей жизни, это молиться Богу и действительно открывать свои желания перед Богом. Очень часто для нас молитва, ну, это какой-то такой утренний или вечерний небольшой ритуальчик, да, который мы привыкли исполнять. А вот действительно, после уже правила там прочитанного просто сказать там, «Господи, помоги, Господи, прости». На этом мы почему-то думаем, что Бог где-то там и нас не слышит. Иногда есть такие у людей мысли, что Он трансцендентен и как-никак в нашу жизнь не вмешивается и на нее не влияет. Но надо всегда помнить, что Бог всегда участвует в нашей жизни. Помните? Я как-то приводил этот пример. Когда мы были на Святой горе Афон, милостью Божией, то один паломник, который был вместе с нас, с нашей группой, он спросил у одного монаха, он говорит, «Да я молюсь, молюсь, а Бог вообще, мне как-то на мои молитвы совершенно не отвечает, и я не слышу его». И тогда этот монах ему ответил, «Бог разговаривает с нами обстоятельствами жизни». Поэтому нужно просто быть внимательными к обстоятельствам своей жизни, тогда мы поймем, что ответы всегда от Бога получаем. И свидетель Амбросим Диоланский пишет следующее, «Кротость ваша будет известна». Цитата. «Здесь Павел хочет, чтобы на их примере и другие обрели для себя пользу. Когда кротость их станет очевидной, то есть станет их обычным образом жизни, их дела озарятся светом. Тогда не будет недостатков тех, кто захочет подражать их благодеяниям. Тогда они не только возрастут в делании добра, но и других подвигнут на Него». Конец цитаты. Еще есть одна цитата на 6-7 стих. «Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания Богу, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот что по этому поводу пишет священномученик Ануфрий. Ануфрий Гололюк. Я вот совсем недавно познакомился, это новомученик, совсем недавно познакомился с его жития святых. Его расстреляли в 1938 году, всячески издевались, куда только не гоняли, по Украине, в конечном итоге в Хабаровске. Написали, что якобы дали 10 лет без права переписки, но как свидетельство архива, его там и расстреляли в том же году. Вот что он пишет, цитата. «Жизнь христианина чрезвычайно сложна и опасна. Беды со всех сторон, от явных врагов и тайных, как сохраниться от соблазнов, как уберечься от ошибок? С одной стороны, наши легкомыслия. Мы сами кидаемся в объятия греха или легко смотрим на предостережение, или сами не понимаем, как жесток по своим результатам грех. С другой стороны, наша человеческая ограниченность, мы с добрыми намеренными часто делаем непоправимые ошибки, так как не можем предусмотреть всех обстоятельств. Как же быть? Поэтому, пишет священномученик, во всех случаях нам нужно главным образом молиться Богу и Ему открывать все свои думы и дела, просить благословения и помощи, «Ибо только Господь может оградить нас от ошибок, удержать на правильном пути». Такие слова, конец цитаты. Священномученика, да, который жил совсем недавно к нашим современным, можно сказать, наш современник, священномученик Ануфрий Глорюк. Действительно, мы очень часто бросаемся легкомысленно в объятия греха, даже не подозревая и не понимая, каким действительно, как он пишет, какие результаты. Не понимаем, как жесток по своим результатам грех. «Мир Божий», — тогда говорит апостол, «который превыше всякого ума соблюдает сердца ваши». Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет по этому поводу. Следующая цитата. «Боже мира, даруй ты мне этот мир, превосходящий всякое разумение, чтобы он соблюдал надлежащих пределам и разум, пределах и разума, и сердце мое. Но ты, Господи, мир наш. Что же нужно для соединения с тобой, чтобы иметь в душе мир небесный? Стараться, — отвечает Иоанн Кронштадтский, ни о чем больше не думать и не горевать, как о том, что истинно, что честно, что праведно, что пречисто, что прелюбезно, что доброхвально, что составляет добродетель и похвалу христианина». Конец цитаты. Так действительно, он здесь цитирует апостола Павла, который в 8 стихе так и пишет. «Наконец, братья мои, все только что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достословно, что только добродетель и похвала о том помышляйте». Видите, не говорит «делайте». Дело — это уже дело второе. Надо научиться об этом думать. Как опередить. Как опередить в добродетели ближнего своего. Ну, хотя бы, то, что называется, давайте потренируемся хотя бы в своей семье. Опережая друг друга в добродетельном. Знаем, что это обязанность точно моей жены. Пусть она там моет, голодит, стирает. Я к этому, я же великий. У меня тут слово Божие. Да. Вот, понимаете, спасительную речь народу несу. Да. Поэтому, или там жена, «Ой, что он там делает?» А попробуйте когда-нибудь сделать то, что делает она. Она пусть попробует сделать то, что делаете вы. И тогда мы поймем, что насколько, да, непросто каждое служение и мелочей в этом нет. Поэтому тогда мы с вами, знаете, что исполним? Заповедь Божия. Сказано, «Носите трудности, тяготы друг друга, и так исполните закон Христов». Об этом мы очень часто забываем. А ведь это так просто на самом деле. Как говорил преподобный Амбрасимоптинский, где просто там ангел действительно соста, а где мудро там ни одного. Это очень просто. Исполнить заповедь Божию. Нужно просто быть внимательными друг к другу. И в молитве просить Бога научить нас опережать друг друга в добрых делах. Вот так. Далее мы читаем с вами. Да, и «Чему вы научились, как пишет апостол Павел, что в 9 стихе приняли и слышали, и видели во мне, то исполняете, и Бог мира будет с вами». Видим, что несколько раз апостол Павел говорит уже, что видели в подвижников моих, их образу жизни подражаете, что видели во мне, мне подражаете. То есть, это призыв, снова и снова повторю, призыв подражать святым. И самая, на самом деле, книга, которая должна быть у нас дома, это «Священное писание и жития святых». Вот если эти книги есть, все будет в порядке в нашей жизни. И если они не просто есть и стоят на полках и палятся, а если они еще есть и в нашем уме, и в нашем сердце, тогда и воля наша. Мы заметим, как мы научимся думать так, как думали святые. Как сказано, тут такая есть поговорка, «Не хотите общаться с грешниками?» Это уже стало поговоркой. «Общайтесь со святыми, пожалуйста». «Хотите общаться со святыми?» «Пожалуйста». «Читайте жития святых». Никаких сложностей нет. Потому что чтение — это общение. И тогда научимся мыслить, что только добро, как пишет апостол Павел, что достославно, что только добродетель, похвала, что справедливо, что чисто, что любезно, справедливость, чистота, любезность. Какие удивительные слова. Но важно, чтобы они не были только словами, но преображались в наши дела. «Говорю, что не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем». Да. Вот он в 10 стихе говорит. «Весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю, это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему». Очень важное слово. «Научился». Надо этому учиться. Учение — это аскеза. Надо этому научиться. То есть это упражнение. «Научился всему, и в сытости, и в довольстве, и в скудости. насыщаться, — говорит, — научился. Терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступаете, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благоествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия в подаянии и принятии, кроме вас, одних. Вы в Фессалонику и раз, и другой присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Ипофродита посланного вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую надежду вашу по богатству своей в славе Христом Иисусом. Так пишет апостол Павел, и мы видим, что он здесь восхваляет церковь филиппийскую и говорит, что они неоднократно помогали своими пожертвования в его миссионерском служении. Но апостол Павел здесь всегда говорит, что и он в другом послании тоже об этом пишет, что боюсь, чтобы вы не подумали, что я какой-то любостяжатель, чтобы не препятствовал бы ваше подаяние делу Божию, чтобы не было какого осуждения. Поэтому он здесь говорит, я могу жить и так, и так, и в скудости, и в бедности, но благодарю вас, что вы прислали на то, чтобы не терпеть мне и не там не сидеть для того, чтобы плести палатки, как мы знаем, он действительно делал палатки, и зарабатывать, и оставить слово Божие, и не проповедовать, а заботиться только о том, что попить, и что в следующий раз собрать в дорогу и идти для дел служения. Поэтому так и говорит, что я не прошу вас подаяния, но благодарю за то, что вы уже сделали и делаете. Так пишет, да, вы Фессалонику, говорит, и раз, и два присылали мне. И вот мне хотелось бы снова вернуться к удивительным высказываниям и удивительным его сочинениям священномученика Ануфрия, новомученика Гоголюка. Он пишет, вот его цитата, «Боже, как все это напоминает мне наши дни. И мне, убогому епископу, не раз и не два присылали сюда на место моей ссылки. Добрые верующие, пастыри и миряне присылали посылки в Харькове, в Виктеринославе, в Кривом Роге, где его гоняли по этапам, в Одессе, в Елисаветограде, во всех тюрьмах этих городов, где я сидел, будучи епископом, много я получил передач от верующих. И не только я, но и другие православные святители, пастыри, другие христиане, проповедники святого православия немало утешаются пожертвованиями от добрых христиан. Господь, праведный судья, воздаст в день страшного суда своего всем этим милостивцам богатую награду. И мы все, по милости Божией, являющиеся твердыми в своей вере, в святой вере, с любовью, приемлем всякое даяние добрых людей и смотрим на всякую посылку, как некое благовонное курение, приятное Богу жертву. Благодарение Господу в нетяжких испытаниях для Церкви Божией являлось немало исповедников Христовых, а также и неустрашимых благодетелей для узников православия и усердных, и праведных, и мужественных епофродитов, посланников от верующих к узникам Христовым. Говоря так, боюсь за себя, чтобы не ослабел я духом, не впал в самомнение и не лишился великого утешения. Быть верным Христу, Богу, рабом, даже до уз и смерти. Конец цитаты. 13 февраля 1927 года. Итак, апостол Павел совершает это послание следующими словами. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствует вас, находящиеся со мной братья. Приветствует вас все святые и наипачи из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Очень важные слова, очень важные назидания, которые дает здесь апостол Павел. Все скорби, которые, о которых он здесь пишет, они нам посылаются для нашей радости. Та благодать, о которой он, которые, и то приветствие, как некое такое завершение этого послания, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Они не случайны, потому что, чтобы эта благодать действительно пребывала с нами, необходимо вслушаться в те слова, и не только слушаться, но постараться осуществить их в своей жизни, для того, чтобы действительно эта благодать радости, благодать терпения, благодать смирения, благодать чистоты, любви, достославности, добродетели, похвалы, о чем апостол говорит, необходимо помышлять, пребывала бы с нами. И тогда, как он обещает нам, мир Христов будет в нашей душе, в наших семьях и в наших святых Божьих церквях. Вот о чем надо помышлять, вот к чему стремиться. Аминь. 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 Продолжение следует...